Ну что, друзья, врываемся на второе Best of 3 противостояние в рамках сегодняшнего первого игрового дня. Второй сезон турнира VinLine Inside CS GO на ваших экранах. Руй молоко в комментаторской, ну и команды тоже под стать, собственно говоря, встреча, которая должна была заканчивать сегодняшний игровой день. Баксы Sports против WP Prodigy, команды, которые, как правильно наша аналитика отметила, уже в первом сезоне участвовали. Конечно, с разными результатами они его закончили, но в любом случае мы их уже видели. Мы знаем, как они любят играть. Поэтому, какие у тебя ожидания от первой карты, Света? Ну, первая карта Overpass, так сказать, прошлые закончили Overpass, и этот мы начинаем Overpass. Хочется увидеть интересную игру, какие-то новые тактики, возможно, какие-то раскидки. Поэтому будет интересно, конечно, следить за матчем, тем более такие команды встретились. Ну да, коль уж меня в студии окрестили товарищем, который всегда топит за баксов, то вы, во-первых, друзья, можете найти ссылку по трансляции на нашего генерального партнера компанию Винлайн, получить фрибет за регистрацию по промокоду SGL до 10 тысяч рублей. А я свою ставку сделаю вот так. Если бакс сегодня проиграет, то я сбрею усы и бороду. Зная, как они долго мне доставались и как они долго растут, по-моему, это довольно-таки дорогая валюта для меня так уж лично. Так, ну что, баксы в защите, ВП Продиджи в атаке, занимание Мидла в четвером от ВП Продиджи, плюс есть Фен, который пытается проверить, точнее Данис, который пытается проверить Лонг. Ну, хочу заметить, команда ВП Продиджи решили не покупать раскидку, купили 5 арморов и будут пытаться телами закидывать асайд, судя по всему. Да, чтобы до конца нам понимать, тоже немного можем вас запутать. ВП Продиджи в защите, бакс и спортс в атаке. Сейчас Аксис врывается в плент, пока нету панфрага, есть резальт, размена Даниса по резальту, собственно говоря. И, что, ВП Продиджи будут пытаться ретейкать плент, у Флэша есть диффуза, есть смачок у Фена, но при этом пытаются в позицию банка продавить атака. Латик Флэша оформляет уже по фрагу, Фен еще на размене, Аксис остается один против двоих, точнее троих был, но, к сожалению, только на один фраг его хватило, и первый раунд отправляется в защиту, собственно говоря, в КТ-сторону 1-0 за ВП Продиджи. Ну да, достаточно так, легко зашли на сайт, выбили его, и первый раунд для своей команды заработан. Да, на самом деле казалось, что может состояться, собственно говоря, и защита полноценная плента, но, к сожалению, грамотно действовала атака, пыталась выбить позицию банка, одну из ключевых при выбивании Аплента, но при этом наткнулись на Флэша и его сумасшедшие фраги вместе с тиммейтом. Ну что, поехали, второй раунд. Да, закупаются под ноль, и с Галилами решают куда-то выйти. Пока что непонятно, рассочились по карте, спустились под коннектор, тут, возможно, будет встреча с Ломиком. Да, пока что аккуратно крадется. Оставили одного Рекси под Б-сайт, возможно, сейчас наведет шуму, подтянут к себе противников и смогут спокойно зайти через Лонг и Мид на А-сайт. Очень компактно защита расположилась на старте раунда. Двое поджимали туалеты, есть два игрока в Б-сайте, и Флэш уже поджимал, проверял позицию выпада, точнее, на воду. Смачки продлеваются на Монстр от Резальта. Ну и пока как такового контакта-то и не было. Нет понимания ни у защиты, ни у атаки по позициям соперников. При этом Флэш, в принципе, может дать информацию о том, что под Б пока особо никого и нет. Хотя именно там четыре игрока атаки и находятся. Ловикус пытается какой-то шорох на банане навести, а Б-плэнд полностью отдан под контроль атаки. Опа, а это может быть интересно. Ну там уже под коннектор сочатся команда ВП Продиджи. Сейчас будут пытаться ловить Ловикус одного в туалетах, а под Б там уже, да, собрано. И, скорее всего, сейчас будут ставить пачку, уже забирая Ловикус Ломика. Ну не читает Флэша, по-моему, в спине, хотя ретировался в туалет, и Флэш пока не понимает, где Успер не находится, и на ноже ловит своего оппонента. Руфайр делает первый фраг. Данис также убирает резальта с позиции шарта. И два в четыре, по сути, хотя у Руфайра 14 хп, у Даниса 24, и только Рексис сотый остается. Но это, скорее всего, сейв для ВП Продиджи, потому что, ну, не хочется отдавать эмку и скаут. Вот так на старте раунда Руфайр нашел контакт для себя. Латик пока уносит ноги. Ну что, хороший Форс. На самом деле, от атаки забайтили ВП Продиджи на стяжку под Аплэнт, и по итогу Ловикус один, там, пятерых на себе собрал, чем позволил Баксис Портс абсолютно спокойно зайти на пустой Бэплэнт. Ну да, спокойно зашли, поставили бомбу, деактивировали своих оппонентов и отправляют на сейв Флэша и Латика. Да, посмотрим, как будут по закупу ориентироваться ВП Продиджи после проигранного Форса. Денег совсем немного. Попытаются, видимо, от эмки и от скаута отыграть. Но у нас была тенденция в первом матче, когда после взятой пистолетки обычно раунды не отдавались, бралась целая серия. Здесь же сразу возвращение на сервер от Баксис Портс. Более-менее хороший закуп. Есть калаш у Аксиса, есть четыре Галила и полноценный стак раскидки. Ну да, решают закупиться двумя мухами. Команда ВП Продиджи, посмотрю, как будут реализовать. Тут уже Латик пытается кого-то поймать. А забирает, кстати, Аксиса в голову. Просто на халяву, на тайминг нажал на ЛКМ, по итогу набрил Аксиса на выходе из ямы. Уже есть преимущество у ВП Продиджи, при этом Латик сам на пол ХП просел. Резаль тоже потерял 35 ХП. Видит, по дороге от одного планта к другому. Ну и атака будет, видимо, позиционно пытаться поджать Апленд. Хотя сейчас может быть встреча флэша со своим оппонентом, но успел он оттуда уйти. Руфаер. Руфаер. Замечает, но все-таки флэш успевает его забрать. Уже 5 в 3. Очень такая шаткая ситуация для команды Бакс Еспорт, поэтому будут пытаться проходить через 100 лет. И там пытаются смог откинуть, но... Данис заметил первого, увидел второго. Займить пока не получается, но не значит, что на ланге еще есть игрок. Это Фен, который стоит с деглом. Латик вешает еще одну голову по даньцу с прострелом. Ой, ну тут не залетает совсем с дегла. Забирает Рекси двоих. Пытается флэш защитить свой сайт. Да, забирает первый фраг. Пытается поймать второй. Есть информация о нем. К нему уже тиммейт подходит. Будут вдвоем пытаться. Но все-таки флэш решает. О, халява какая! Ну капитан уверенным зашел, не стал ждать тиммейта с банана. Резаль там уже просто со всех ног бежал на хелпу своему капитану. Но флэш сказал, пацаны, я сейчас сам разберусь. Мне даже юз, в принципе, и с прострелом помогает. 2-1. Вот так качели у нас начинаются. Собственно, на карте The Overpass не получается ни одной команды взять серию хотя бы из двух раундов. И теперь уже с экономикой есть небольшие проблемки у коллектива Бакс и Спорт. Давайте повтор посмотрим от этого, вернее, повтор ретейка от флэша. И прошив великолепную от него, здесь, конечно, пытался максимально батить своего соперника. Так, что у нас по раунду под номером 4? Ну, пока что пытаются занять детский сад Бакс и их пытаются поймать у Омик, слышит раскидку. Но отходит сайт, пытается, салатиком сейчас будут две стороны пытаться принимать. Но пока никуда не торопятся. Кстати, бомба идет под Б-сайт. Видать, пытаются фыкануть под А. Да, на сей раз вы по противу решили немного по Саевой подействовать. Есть латикс АВП на позиции ланга. Проверяется банан ломиком. Аккуратненько на чек, но при этом уже туалеты практически заняты атакой. А бомба тем временем только-только начинает стягиваться под Аплент. И здесь может быть опасно на самом деле. Да, латик не прощает Даниса на этом выпаде. Да, и идут обратно под Аперетяжка. Забрал латик Даниса. Но посмотрим, сможет ли он забрать сейчас Аксиса, который будет пытаться выходить. Да, заметил плечо. Я забрал его все-таки. Пытался выбайтить, забайтить выстрел, не знаю, как угодно можно называть, латиком Аксис. Но по итогу еще один фраг в копилку. Мейн АВП ВП Продиджи. И 3 в 5. Не самая приятная ситуация для атаки. В принципе, лонг-то занят ловикусом. Но вот что с этим делать, пока не до конца понятно. 30 секунд до конца раунда. И, видимо, это будет сейв. Ну да, очень тяжело, учитывая то, что у КТ стороны фуловая абсолютно вся команда. Даже нет никого на ЛОУХП. Поэтому заходить на сайт выбивать достаточно рискованно. Поэтому решили в садике засесть и ждать атаки. Ну, на самом деле, наша аналитика не зря отмечала, что Оверпасс это та карта, которую и ВП Продиджи, и Бакс Испорт сыграют на постоянку. Бакс так вообще, по-моему, одной из главных карт своих в мапуле считают именно до Оверпасс. С переменным успехом, конечно. Получается его выигрывать. ВП Продиджи пока эту теорию подтверждают. 3-1 за ними. Ну и посмотрим на закуп на Сирас от Баксов. В принципе, было три засовельных девайса. А вот что делать Аксису и Данису, пока не до конца понятно. Ну, скорее всего, будут брать пистолет или паузу. Но есть время обсудить, на самом деле, как разыграть сейчас от этих трех девайсов раунд атаки. Видели мы в прошлом матче, если вспоминать, К-23 и Фарзов. Что, в принципе, и с одним АК-47 пистолетами можно раунд себе придумать интересный. Но то и карта была другая, там была Дейнферно. А здесь Оверпасс, честно говоря, по уровню команд, по тому, как они плотно друг с другом играют. И потому, что мы смотрим Дейнферпасс. И я уверен, что... Уверен процентов на 90, что это будут допы. Ну, учитывая то, что обе команды, как ты говорил, играют Оверпасс достаточно хорошо, да. Будет интересно посмотреть, как будут разыгрывать раунд, учитывая то, что у двоих тиммейтов команды Бакса нет денег на закуп. Но я думаю, все-таки, учитывая то, что это их основная карта, они смогут сделать какие-то такие вещи, которые нам... Ну, раскроют глаза. На их заготовки и планы, и тактики, собственно, на Оверпасс. Напомню, что это пик команды Бакс, поэтому от них как раз-таки и стоит ожидать каких-то интересных раундов в атаке. Посмотрим, что сейчас придумает коллектив Руфаера в раунде под номером 5. 3-1 ВП ведут. Латик с АВП не расстается. Вполне себе приятный закуп у ВП Продиджи. Но это что? Ну, 5-Б. Па-а, и промазал моликом. Неприятно сейчас игрок атаки. Хотел, видимо, его отдать куда-то в шорт. Резаль! Просканировал смог, но там пока никого не нашел. Да, уже проходят под воду, будут пытаться уходить через шорт, там пытаются их настрелять, там. Но ничего особо не получается. Из коннектора пока игрок не открывается, это Ломик пока просто отыгрывает такую сейвовую позицию. А Ловикус чувствует, что где-то рядом соперник находится, и через небольшую паузу будут вновь осуществлять попытку контакта под беплентом. Хотя, смотри-ка, ты просто на шифте плавно уходят под противоположный плент. Но, опять же, позиции медла, лонга, туалетов не заняты, и потребуется немало времени, чтобы их выбить у соперника. Ну, Латик, конечно, стоял, туалет, но все-таки решает отойти обратно под сайд, там Ломик, конечно, с коннектора пытается кого-нибудь поймать. Но пока нету никаких таких предположений у команд, и просто разыгрывают дефолтно, встали под беп, под а, и ждут, куда будут выходить. Да, потихоньку атака под лонг стягивается, 45 секунд до конца, от Латика сейчас, на самом деле, многое зависит. Если будет хотя бы опон-фраг, и еще и получится уйти, то будет просто здорово, великолепно для него. И для ВП Продиджи вдвоем дефают Латик и Фен, собственно, Аплэнд. Смачок глубокий прилетает. Ну да, уже есть предположение о том, что на лонге есть большое скопление противников, конечно, будут чекать еще и туалет, откинули туда смачок, остается у нас Данис. Ой, как он сейчас может тайминг поймать, Ломик? Ну, не, не, не увидел. Забирают все-таки у нас Руфайр и Феню, и заходят на сайт. Да, Данис забирает Ломик, этим временем все-таки задетектировал его на депритяжке, Латик хороший, фраг по Руфайру дает, есть в близкой позиции оппонент. И теперь Владу нужно, ну, что-то сумасшедшее делать, Аксиса не получится перестрелять, Флэш врывается в плен, забирает его в спину. Остается у нас еще Резальт в спине, один, и будем смотреть, что он будет делать, диффузов нету. Ай, спалился Резальт, продав фраг по Данису свой, оформил, ну и... Да ладно! Три в один, парни, такое не должно отдаваться, но Ловик остается в КТ позиции, на мусорке и не читается он своим оппонентом. Резальт хорошую попытку осуществил ретейка, два фрага дал, но, к сожалению, ее третьего не было. Не прочитал, три-два, и вновь у нас опять качели. Да, подгонять у нас начинают баксы. Лево Продиджи взяли два раунда подряд, но все-таки не получается. Учитывая то, что у них было два пистолета, все-таки через паузу смогли взять. Вот у нас повтор, как у нас... Рано, что Рекси не повернулся сейчас на банан хотя бы, хотя вроде его тиммейта там только что забрали, видимо, не успел на инфу среагировать. Ну все, у нас опять начинают занятия детской площадки. Руфар пытается кого-то поймать в коннекторе, но оппонента там нет, поэтому будет выходить, пытаться кого-то с туалетов ловить. Рекси контролирует поджим монстра, но Резаль пока не торопится вообще какую-то агрессию проявлять на этой позиции. По итогу вновь перетяжка под Лонг, уже два игрока, это Аксис и Ловикус заняли эту позицию. Латик маленько тайминг не словил, а Ломик-то в упоре тем временем. Ну да, может сейчас поймать хорошие праги, если они прочекают, заходят в туалеты и, да, все-таки не встретятся. Пытаются как-то раздергать защиту соперника, бомба не на руках, чуть больше минуты до конца раунда. При этом, как таковых-то, ну нет, позиции туалетов заняты, это уже как минимум хорошо, еще бы был занят коннектор для комфортных перетяжек, было бы прям приятно для атаки, но она целенаправленно выдвигается под аплэнд. Главное сейчас не дать оппон-фрага своим соперникам. Ну по ним уже есть информация, Латик пытается нашить, Николаша пока что не получилось поймать, поэтому будут пытаться что-то делать, пока захолодили в туалетах, ждут перетяжки от тиммейтов, там бомба подходит. Из раскидки только смачок, который уже отправился на позицию на мусорку, Молик откидывает Латик, смачком себя отрезает, Аксис забирает Ломика тем временем. Да он полностью чистый, есть информация по Латику, а ну ой, хороший фраг. И Фен тут же подключается к ретейку Плэнта, минус Ловикус, меньше 20 секунд до конца раунда, Аксис забирает Резальта и в спине флэш, а он по-моему сейчас не считается. Если протянут с бомбой Баксы Спортс, то это может быть черевато, ну вот, вот он флэш, вот он флэш, который просто пришел в спину и насолил. А Латик еще и ноу-скоп повешал, 4-2. Ну что, ну пока защита от ВП Продиджи смотрится более чем уверенно. На самом деле тайминговые поджимы, причем не единичные, да, то есть один заходит игрок КТ, его там детектят, он делает фраг, причем ему в спину уже выходит флэш, и он еще потом оформляет свои два фрага. Не читалось такой мув. Ну пока первые раунды, посмотрим, что будет дальше, возможно и за атаку есть какие-то прикольные такие тактики, потом посмотрим. Тем временем денег у команды Бакс и Спортс нет, забирают тут ломик Руфайра. Ну да, с пистолетами не самая приятная история, на самом деле, вот так по одному ходить, но опять же стоит отметить изменения в плейстайле Бакс и Спортс, потому что, вспоминая их игру в первом сезоне, так, Рекси, не перестелял Резальта, вспоминая их игру в первом сезоне, там как раз-таки был такой стиль, четыре ходят на один плейн, Торуфайр люркует. Теперь уже более компактные выходы, в любом случае есть фраг от Резальта, флэш на хелпе своему тиммейту, и Данис один на шариках пытается с ломиком воевать. Да, немного смог все-таки запорол в руках, получилось так поймать его. Ну да, остался у нас один Данис, тут особо нечего делать, уже получил себе по лицу, 36 хп осталось, и будет пытаться кого-то ловить с дегла. Здесь не получится, конечно, ломик в слишком комфортной для него позиции, приходилось Данису самому открываться на прицел оппоненту. 5-2, ВП-против же начинают набирать серию раундов за защиту, ну и ждем каких-то идей после этого пистолетного, естественно. Но хотя, чем черт не шутит, может быть, час 5 глаков и сделают раунд, ну, маловероятно, но процент всегда есть. Ну, раскидку не брали, видать, какого-то такого выхода не планируется, будут просто пытаться играть от какого-то фрага. Пока что собрались, их моликом отрезали от детской площадки, поэтому боятся выходить. Ну, в теории, если время обсудить следующий раунд, сейчас можно просто в пятером вывалиться на какую-то из позиций, попытаться хотя бы вразмен сыграть, девайс какой-нибудь отжать у КТ-стороны и от него уже пытаться строить свой раунд. Но латик на чеку на ланге под флешечку задетектил одного игрока. Значит, он будет пытаться сбривать, увидел целый урожай и пытается собирать его, одного забрать смог. Ну-ка, еще, давай, еще одного, второй, ой. Ну, похоронная просто, вот, фен с латиком на двоих сообразили всю эту защиту. По-моему, от латика было три фрага, от фена два, если я правильно успел заметить. И шесть-два для ВП Продиджи максимально, все приятно. Да, достаточно уверенно идут, шесть раундов уже забрали, но на оверпассе все-таки КТ-сторона сильнее, поэтому сейчас, возможно, баксы еще подберут раундов и за КТ-сторону развалят, поэтому... Все возможно. Узнаем. Что называется, давайте будем посмотреть, агрессивная игра на миду от защиты, уже занят коннектор ломиком, при этом на халпе латик будет на два фронта воевать, будет чекать мид, плюс еще и слонга попытается никого не пропустить, а здесь просто выход на воду, еще и флэш с ломиком сейчас, по идее, должны всю эту шайку лику прикрывать. Ну, разменулись с ломиком, не увидел то, что идет выход под воду, но там такая большая компания собралась, будут пытаться... Ой, да, все, забрали ломика, могут выходить через шорт. Есть неплохая серия разменов, в большинстве атака, правда, очень сильно просили по хп, флэш с позиции бочек отыгрывает, не получилось дать фрага, хотя на повторном выпаде все-таки руфайр отлетает, и уже преимущество нивелировано, есть еще и халпа от фена. Ну, все, напугали своих оппонентов, пытаются идти назад, бомба выбита при этом, пытается Рекси подойти под шорт, чтобы забрать ее, но тут, конечно, замечают оппонента, забирают его все-таки, ну, возможно, кстати, будет пытаться сейчас разыгрывать, хотя... Кроме есть, попытаться можно, в принципе, 20 хп, конечно, слишком мало для того, чтобы прям быть уверенным в каких-то мувах, но уже, да, я хотел сказать, да, был пик, но, в принципе, здесь и флэш 1 справился, 7-2, ну, и капитан, знаешь, казалось бы, ингейм-лидер обычно больше колит, чем набивает, а здесь флэш 12 на 1, 12, ну, просто кд 12 у человека, это капитан, чтобы вы понимали. И пауза, вынужденная пауза от Баксы Спортс, естественно, их такой расклад не устраивает на собственном пике, пока с атакой все как-то шатковалка, единственный раунд, который я прям запомнил, интересный, это, собственно, их заход в спину. Да, да, да. Ну, и вы по продаже, кстати, и тем же самым ответили по факту. Да, просто проходит через коннектор, через лонг, спину закрывают, и баксы не ожидают этого, конечно, пытались выйти под Б, под Б их тоже спокойно закрыли, даже не дали сайта понюхать. Да, не ожидали ни такого, а вас, друзья, ожидает фрибет, великолепный от наших партнеров компании VinLine, ссылка по трансляции, переходите по ней, регистрируйтесь и получаете до 10 тысяч рублей на халяву, просто по промокоду SGL. Также можете подписаться на наши социальные сети, вот там они, вот там они находятся. Телега, ВК, Твич, собственно говоря, ждем всех, можете, кстати, в чатике Твича есть прекрасная функция отправить свое сообщение в бегущую строку, которую вы сейчас видите внизу своего экрана, можете там передать привет, написать, за кого болеете, персонально, возможно, может быть, за команду, откуда нас смотрите, в общем, все, что угодно в вашей душе за тысячу баллов на канале Твича, пор фавор, пожалуйста, отправляйте сообщение туда. Да, я пока могу даже чатик-то чай еще маленечко почекать, собственно говоря, что-то интересного происходит, с вашего позволения, пока у нас пауза. Это капитан и тренер, пардоньте, флэш еще и тренер оказывается, хотя, по-моему, у ВВП Продиджи не флэш, у них, по-моему, есть тренер все-таки отдельно на позиции, если я правильно помню, не помню, честно, никнейм. Флэш это есть тренер, не подсказывают, хотя, как будто бы это капитан. Могу посмотреть, у меня вроде где-то записано, кстати. Ну, ты готовилась, естественно. У нас аналитика может наугад и говорить, а мы тут, между прочим, готовимся. Ну, и тут, кстати, тебе при этом придают, говорят, молоко, милашка. Спасибо. Спасибо, спасибо. Друзья, все для вас, для вас стараемся, собственно говоря. А нет, тут, кстати, не написано. Возможно, это и правда. Возможно, это и правда. Будем потом уточнить по ходу, собственно, и трансляции турнира эту информацию. Пока же отправляемся в раунд под номером 10. 7-2 ведет коллектив ВВП Продиджи. Да, пытаются под Б-сайд стакнуться, никого не отправили под МИД в разведку. Выходят уже с бомбой вместе, а тут уже Резальт выбил, забирает второго, флэш ему помогает, еще четвертого, остался один Рекси. Ну, это врыв с пистолетами был, поэтому здесь неудрено, что так быстро этот раунд закончился еще и не начавшись. И по итогу Рекси остается один со 100 хп. И с п-250, ну, возможно, подождет какого-то выпада от оппонентов, хотя некуда абсолютно ВВП Продиджи торопиться. Ну да, тут, скорее, самому лучше поискать кого-то. Ну, хотя пистолет-армор можно, конечно, попробовать на следующий раунд засейвить, но тут целая минута с лишним. Скорее всего, поймают где-нибудь за углом. Ну, они не особо торопятся искать. В чем дело? ВВП Продиджи просто стоят на бомбе, максимально дисциплинированно они в этом моменте отыгрывают, вынуждая Данилу Тихомирову самого искать себе фраги и девайс возможный. Ну, он пока что никуда не торопится, высматривает. Просто душнило стайл от ВП. Мы не открываемся. Мы стоим просто в наглую АФК на карте. Ну, не АФК, я имею в виду, а просто не шевелясь даже. Ну, правильно. Баксом нужно что-то придумать сейчас в атаке, иначе можно так отдать половину. Раунд за два, на самом деле, сейчас для них. Понятно, что лос-бонус 3-400, но... А, хотя Ловикус 5-200, кстати. Я вот только сейчас заметил его счет банковский. А, ну это было до закупки, видимо. После закупки и после дропов это 5 калашей. Ну, обеспечиваю всю свою команду. Теперь можно как бы и выдвигаться. Пытаются опять занять детскую площадку. Отправили одного Рекси в разведку под Б-сайт. Кстати, там никого и нет. Возможно, сейчас даст информацию своим тиммейтам. Да, тут флэш, кстати, классно отыгрывает на ланге. И сейчас может неплохой фраг в нем один оформить. Да, на выпаде двоих забирает атаку со прострелом. Просто на стрейфе уводит. И Руфаер только-только дает свой фраг по фене. Резальт забирает Рекси. И капитан Бакса Спорт состоится один против четверых. Бомба на руках минута 13 до конца раунда. Ну, посмотрим, какие заготочки сейчас Руфаер нам покажет. Ну, с их балансом, конечно, страшно терять свое оружие. Поэтому, скорее всего, будут пытаться что-то аккуратно разыграть. Но вроде как пытаются под ассайт прорваться. Ну, в целом, луз-бонус у них 3400. Плюс еще больше 500 практически у всех есть на руках. Руфаер заметил флеша, который пропрыгивал на позиции банка. Молик в ноги получает. И придется ему под флешку открываться. И для флеша это изи. Фраг минус 3 от него. В этом раунде 9-2. ВП-против же просто стирают с карты своих оппонентов на самом деле. Ну, опять же, пока еще не все потеряно. Как мы помним, предыдущие команды достаточно хорошо комбетчили с таких щитов. И 7 раундов подряд забирали. Поэтому посмотрим, посмотрим, что сделает у нас Бакси Спорт. Опять пошла стандартная раскидочка. Не дают выйти под мид. Но все-таки Бакси Спорт решают пойти под бэссайт. Проходит под лонг. Но, опять же, нету закупа нормального пистолета. Поэтому посмотрим, что получится. Опять же, не торопятся они быстро раунд отыграть. Да, ооо! Я думал, сейчас по звуку как будто в лицо получил, но нет. Было очень похоже. Флеш и резальт уже делают по фрагу. Ловикус, правда, успел флеш разменять на этом выпаде. Ну да, и приходится оттягиваться командам. Заходить на бэссайт вообще без вариантов. Ну и тут уже ломик ловит на перетяжке. Да, начинают по одному по карте гулять Бакси Спортс. Это, знаешь, как будто бы капитан заколил. Пацаны, как чувствуем, так и играем. Просто кто что хочет, тот то и делает. Вдруг прокатит. Ну, как обычно это и прокатывает. Да, но не в этом случае. Пока Руфайр и Рекси остаются вдвоем за чуть меньше, чем минуту до конца раунда против четверых игроков коллектива ВП Продиджи. 2-2 по планетам играет. Защита. Да, выходит, уже пошла информация, а тут ломик забирает все-таки Руфайр. Остается один Рекси. Так будет его латик ловить. Посмотрим, посмотрим. Ну, латик, да, вроде как правило позицию, но при этом Рекси вешает по латику. Хороший хэдшот, ломик на контроле, 15 хп у него. Если шальная залетит, то... Ага, он решил спину проверить. То есть это было, в принципе, своевременно, но, к сожалению, слишком мало хп и нет девайса на руках, чтобы попытаться... К сожалению, слишком много противников ушло. И это тоже. Если бы он двоих в ряд постелил, и у него, например, был бы в руках голил хотя бы, было бы очень интересно. Было бы интересно, но пока 10-2 за ВП Продиджи, максимально уверенная защита от них на оверпассе. Это пик Баксы Спортс, напомню. Первая карта, это оба ступки противостояния. И первый матч этих коллективов в рамках второго сезона Винлайн Инсайт КСГО. Ну, опять решают растягиваться по карте, в этот раз решают потушить молик, проходят по детскую площадку. Ну, там, кстати, никого нету, можно лонг пытаться занимать, а сайт тоже так только в 100 лет чекается, поэтому вполне возможно пробежать так по-быстренькому. Да, минута 30 на таймере, пока без позиции играет атака. Понятно, что есть выход под монстры под воду, под контролем он у Рекси, но у него слишком мало хп. Только-только сейчас пытаются выбить лонг и занять как-то позицию медла. Да, игроки атаки выкуривают латика с АВП с туалетов, а здесь ломик опять в своей любимой позиции. С хелпой от латика с АВП могут, в принципе, вообще всю идею на раунд похоронить. Ну да, даже если будет пикать, в принципе, латик может его подразменять сейчас на выходе. Пытаются прочекать, кого-то заметят, а тут услышал, просто забирает одного, второго, пока что смог откидывает. Боится открываться, там ему еще латик накидывает флешку. Максимально строго играет защита, конечно, просто дал фраг, отошел, дал смог, под флешечку тиммейта ушел спокойно, сохраняя преимущество. Очень мне пока нравится, конечно, игра ВП Продиджи на этой карте. Да, очень хорошо играют, прям душат команду Бакси Спорт, забирают резальтеру Файра. Да, бомба на руках, 3 в 5, еще ни одного ВП Продиджи не потеряли, 25 секунд до конца раунда, и ломик пошел искать жертву очередную для себя. Есть у него уже один фраг в этом раунде, может быть, еще кого-то найдет. Ну, атака пока, видимо, под Б будет потихоньку ретироваться, через коннектор играть, или это уже сейв? Это сейв, скорее, да, это сейв, какие время-то уже куда-то не пойдут. Я что-то на таймер внимания не обратил. Ну, откроют телепорт, сразу на Апуэнд, убирают Феню и ставят бомбу. Да, 11-2, 11-2. Предпоследний раунд первой половины, денег совсем немного у Бакси Спортс, и по сути это раунд за 2 для них в этом случае. Не хочется, скорее всего, 13-2 отдавать первую половину на своем пике. Но если не возьмут этот, ну, в принципе, там денег, ну, я не знаю, они банк ограбили. ВП Продиджи, который на Уверпассе находится. Ну, так рядом стоит. Да, очень много денег у коллектива, который играет за КТ-стору, поэтому они могут хоть что себе позволить. Да, пытаются опять на детскую площадку пройти, бомба скинута, будут пытаться играть от информации какой-то. Тут, кстати, латик может кого-то сейчас встретить на шарах, например. Да, контролируют туалеты в эту позицию, самую комфортную, еще раз напомню, по авторитетному мнению киберспортивных изданий. Причем вдвоем играют в туалеты вместе с ломиком АВП коллектива ВП Продиджи. Ну, решил тут, да, не ствернуться на мид, возможно, сейчас кого-то и встретит. Тут еще и ломик на халпе в туалете стоит, а он тем временем полностью открыт. Да, ВП Продиджи классно двойками работают на самом деле. Пускай Резальт один стоит под смоками на Б-планте, но бомба-то как раз к нему пока и направляется. Хотя, опять же, пока не было контакта в туалетах, вот он только сейчас есть. Аксис два фрага оформляет, не успеет латик выстрелить по своему оппоненту, а Резальт не стягивается. Резальт чувствует, что что-то здесь нечисто. Ну и бомба уже потихоньку под А-плант подходит. Ну да, посмотрим, что сейчас будет. Хотя нет, решили развернуться, пойти под Б-сад. Сейчас будет встреча с Резальтом. Остается у нас Флэш и Феня на А-саде. Забирает Руфаер Феню, остается один Флэш. Ох, сейчас если Резальт забреет пачку, нет, Рексио перестреливает, это было бы максимально неприятно. Флэш забирает Руфаера и остается один против троих игроков. Близкие, близкие Баксы Спортс к третьему взятому раунду за атаку. Ну да, опасно достаточно, там еще с воды за ним наблюдают. Да, заметил пачку, но не получилось ничего сделать с этим. Будет пытаться выбивать, судя по всему, идет под хелпу. Но деньги есть, в принципе, не только у него, но и у всей команды, поэтому почему бы не попробовать совершить сумасшедший ретейк 1 в 3. Уже один фраг у него есть, идет на покер парень, почему нет? ХП, правда, маловато. Для этого и раскидки нет совсем, только дефуза. Ну да, команда еще Баксы Спортс стоит достаточно в хороших позициях. Если даже и выйдет на одного, то смогут забрать все. Ну и все-таки Данис забирает Флэша и третий раунд для команды. Ну что, 11-3. 11-3 Баксы Спортс с горем пополам забирают третий раунд свою копилку. В идеале забрать бы четвертый и там пытаться как-то камбэкать. Но опять же, без взятой пистолетки даже с 11-4 будет сложно это сделать. Гораздо сложнее, чем с 12-3. Покупают, кстати, два АВП. Командовый пройдет вперед Латик и Ломик. Сейчас посмотрим, как они будут реализовывать это все. И, кстати, у Дани с АВП он забирает Ломика. Есть опен-фраг для Баксы Спортс. Важно сейчас не торопиться и максимально дисциплинированно подойти к этому раунду. На вес золота он для них на самом деле. Латик мажет по своему оппоненту, нарезает хелпу. Тиммейт у Рекси отправляется в таверну. Ну да, достаточно сложновато было фуушеным кого-то забирать. Попытался, но не повезло. Тут Латик пытается в туалетах кого-то поймать и ловит Ловикуса. Но все-таки его разменивает Руфайр. Пытаются через туалет и под Асайд зайти. А Дани сто отправили за бомбой. Вот не знаю, насколько рабочая такая тактика. Резальт с тем временем забрал Руфайра. Еще и Аксис. Вот про это я и хотел сказать. Вы оставляете пачку очень далеко от себя. И при попытке выхода, пока у вас игрок бежит за пачкой, вы даете время подтянуться к ЭТ и занять комфортные позиции. Что, собственно, мы сейчас увидели. Ну да, 3 в 1. Достаточно неприятная ситуация. Не хватало Дани сцена на этом заходе на Асайд. И, собственно, что мы видим? 1 в 3. От Дани са Резальт 12 хп. 2 сотых это флеш и фен. Ну и Дани са бы по-хорошему, наверное, девайс бы сменить. Хотя нет. 12-3. С таким счетом заканчивается первая половина по табу, если глянуть. Плюс-минус ровно идет коллектив Бакс и Спортс. Правда, это им никак не помогает вообще. Всего лишь 3 раунда в атаке на собственном пике. Прям не самая приятная для них история. Ну а ВП при выигранной пистолетке могут вообще очень быстро оверпасс закончить на самом деле. Ну да, сейчас посмотрим, как пойдет вторая половина. Может, все-таки на их пике у Баксов будет больше шансов за КТ сторону. Может быть, Т-сторона все-таки не самая сильная у них на этой карте. И мы увидим камбэк какой-никакой. Будем посмотреть, что называется. Давайте. 12-3. ВП Продиджи в атаке. Бакс и Спортс в обороне. Посмотрим по расстановке, куда будет направляться атака и защита. Есть быстрая агрессия от Руфаера на миду, хотя он решил в коннектор ретироваться. Оставил одного Ловикуса на А-пленте и тройка играет под Б-плентом. Там уже первый контакт. Есть перестрелка между, собственно говоря, Аксисом и Резальтом. И пока из нее Резальт как будто бы выходит победителем. Ну, как минимум, потому что меньше ХП потерял. Ну, сейчас будет встреча с Руфаером, возможно. Прямо рядышком проходит друг с другом. Да, решает спуститься и... Собирает Резальта. Ну, Резальт был каленый. В принципе, бомба-то на руках. Есть позиция туалетов, занятая уже атакой. Пытается байтить Ломик своих оппонентов на ланге. Забустился, будет пытаться кого-то высматривать. Но пока что там никого нету. Хотя, возможно, Руфаер подойдет, посмотрит, что там у нас тут Ломик творит. Ну и классно сейчас действует Руфаер, проходя в спину под Б-плент. Но здесь, опять же, нежелательно бы умирать так быстро. Просто хотя бы информацию собрать какую-то по оппонентам. И потом уже разыграть спину. Ну, а так-то пока морозится. Слушай, они пока сами на конце понимают. Пытаются выйти через коннектор, проверить ближние позиции. Ну, если под Б-плент выйдут, то, наверное, встречи с Руфаером будут достаточно неожиданны. Хотя они просто пошуметь вышли. О, просто... И стянули защиту. Они так одновременно развернулись и повернулись обратно. Немного поторопились в ЭП-продеже на самом деле. Могли здесь очень классно разыграть. Великолепный размен от Рекси и Ловикуса. Бомба выбита. Остается один фен против троих игроков. Но у них очень мало ХП у всех трех, кстати. Поэтому почему бы не попытаться... Ну-ка, ну-ка. Ну, тут уже в спине у него, да, игрок есть. Поэтому опасная перестрелка на ночь не получилась. Ну и дали на кабана. Забрать, да. Да, немного суетливая эта перестрелка получилась. И Бакс и Спортс чуть не отдали на самом деле пистолетку. Потому что если бы буквально пару секунд ВП-продеже подождали, зашли бы на абсолютно пустой плент. И банальный фейк мог бы лишить Бакс, наверное, камбэка на этой карте. Пока не все потеряно. Ну да, это было очень красиво. Смотреть, как они на карте разворачиваются, потом поворачиваются обратно. И все это происходит одновременно, синхронно. Тем временем полностью заходят под... Пытаются фонтаны. Там еще под коннектором идет поджимка. И оставили резальта одного. Там пугать на Б-планте оппонентов. Да, платье уже на пол ХП проштрафовался. Это было, видимо, на Шарах где-то. Либо на Медуе, я не до конца понял где. Хаешка шальная какая-то залетела. Два Лонг пытаются отыграть сейчас Бакс и Спортс. Правда, отпускают эту позицию Рекси. Тут туалеток уже ждут, но забирают просто с тека. Еще остался Руфайр. Вспалил себя, почти забрал. Текай, текай отсюда. Руфайр, иначе сейчас можно отдать ключевую позицию. Хороший Молик. Выпад по флэшу. Да, забрал все-таки флэша. И просто взяли, оттянули команду ВП Продича. Теперь стоят в туалетах. Будут решать, куда же они будут выходить. Можно, в принципе, через коннектор по-быстрому попытаться под Бесс-сайд стянуться. Да, Резальт отдал тиммейту раскидку. Будет пытаться пикать сейчас ближние позиции. Правда, он с пачкой. Вот это не самая приятная история. Латик забирает Руфайра, прострел он в голову, где-то, честно, на банке. Видимо, допрыгался Руфайр, видимо, допрочекивался Ланга. А Рекси в ближней позиции сейчас может повоевать. О, заметил одного. Но второго-то не ждал. Брюси забрал все-таки, бомба выбита. Остался, ой, добрал Феню и все. Остался у нас Латик, Ловик в разных позициях. Могут сейчас попробовать зажать как-нибудь Рекси в туалетах. Но здесь Латику не дадутся, а Планта разыграть. Ловикус уже его контролирует. И Ломик стоит один. Видел одного игрока. Это Рекси. Видел второго. А что с этим делать, пока непонятно. Ладно, Плантик повешал. Ловикус разменивает 12-5. Ну что, я не говорю, что пахнет камбэком, но хотя бы какую-то игру от Бакса Спортс мы уже увидели. Ну да, уверенно, достаточно держит Планты. Поэтому посмотрим, посмотрим. Команду уже ВП Продиджи недостаточно денег для полного бая. Поэтому закупают себе Муху, Дватека, Диггл и Калаш. На 12-5 счет. Посмотрим, как сейчас будет протекать атака в этом раунде. Пока не агрессивно действует ВП Продиджи. Выжидают, видимо, какие-то раскидки и гранаты от соперника. Ну да, уже полетели смачки такие небольшие. Но выхода пока такого не планируется никуда. Просто смотрим, Флэш пытается поджать, кого-то найти. А тут никого нет. Да, в закрытых позициях Бакса Спортс решили в этом раунде поиграть. Будут спокойно из Планта контролировать заход по ключевым позициям. Есть еще и Руфайр, который проверяет, кто бы там на воде не появился случайно. А так этим временем просто на шефте спокойно подходит под позицию туалета. И, видимо, через Лонг и через Банан будут как раз-таки пытаться как-то вытянуть соперника. Уже прострафили Латика на половину ХП. Ну да, просто так отдали туалет и им заняли позицию. Будут пытаться стреляться. Но так особо не получается. Пока только Латик получает. Неприятно, Ломик. Ой, как неприятно для него сейчас было. При этом, как такового-то размены не получилось. Конечно, раскидка есть. Данис забирает Латика тем временем. Ой, Фуишон и полностью забрал Резальта. Выходит на сайт уже. Есть информация, это пытается забрать. Но Руфайр все-таки убивает Ломика. Феня забирает Даниса. Перестрелка с Руфайром. Но его забирают Феня. Остается Флэш и Феня вдвоем против троих оппонентов. Бомба ставится на грузовик. Фен проверяет выход из позиции мусорки. Ну и что? Да, в спину стоит почекать. Потому что там уже Аксис тут как тут выдвигается. Попытались отвлечь. И Ловику все-таки смог в спину забрать оппонента. И шестой раунд для Бакси Спорт. Да, строгая оборона, кстати, и от Бакси Спорт в том числе. И как будто бы, если бы не закончилась первая пилота так разгромно, то сейчас могла бы быть вполне ничья на самом деле. Не знаю почему. Я, честно говоря, никогда не считал оверпасс прям такой дисбалансной картой, чтобы настолько защита прям была в превосходстве над атакой. Но команды пока меня в этом переубеждают. 12-6. Двукратное преимущество по Продидже. По закупу, опять же, не так все приятно. Но лосс-бонус тоже присутствует. Да, тут, возможно, сейчас с Феней будет встреча. Ой, забирает Резаль Данис. Пытается забрать второго, но не получается. Рекси разменивает Даниса и остается... Неплохой панфраг на самом деле сейчас был. 4 в 4. Рекси уже пол-хп потерял. Где-то по пути. Ну и пачка 5 не на руках. Через мидл будут отыгрывать в Ипп Продидже. Есть латик, проверяющий выпад с ланга от кого-то из оппонентов. Но опять же, опять же, с туалетов сейчас Руфайр может хотя бы один фраг дать. По-моему, там заметили Руфайр. Есть первый фраг, есть второй фраг. Полностью защитил туалет. Он там еще пытается Феня пробраться в туалет. И латик вместе с ним с бомбой крадется. Там, кстати, уже Аксис через коннектор прорывается. Да, но по идее должны про него догадываться. Как мне кажется, очень часто любят Баксы Спортс в спину заходить. Будет, конечно, очень долго Аксис проверять все позиции, чтобы никого здесь не пропустить никуда. Тем временем через лонг атака выдвигается. Скаут у латика в руках и у Финника. МК-30, тот же самый девайс у Аксиса, который уже выехал в спину своим оппонентам. Ну да, судя по всему, не ожидает его. Сейчас, возможно, с латиком будет встреча. Да, одного заметил. Сейчас будет искать второго. И, ой, повернулся так вовремя и забирает. Нет, не получилось. Латик с разворота забирает Аксиса в голову. Остается один. Кидает него Хаену, попадает мимо. Ну-ка. Ну, латик. Давай-давай. Если он сейчас этот клатч возьмет, маловероятно, конечно. Но неплохо было. Он еще успел в скоуп свестись по своему оппоненту. Но это вообще так быстро было. Это было жестко. Латик, это жестко. Дайте ему АВП. И, мне кажется, вы по продаже смогут с этой картой, в принципе, закончить свою пользу. Но денег пока не хватает. К сожалению, у Атаки. Латик все так же будет дальше на скауте продолжать играть. Причем на скауте, я так понял, дропнутом. Потому что ломика 1500 осталось. Ну да, копит Латик себе на АВП. А мог бы взять в кредит. Мог бы купить, если бы ставил на винлайне фрибеты. Так, да, пытаются прорваться через мид и коннектор под а-сайт, либо под бетом. Смачки откидывают, чтобы их не мог руфайр достать. И захолодили в коннекторе. Небольшая агрессия на монстре от Аккеса. Пытается под раскрытие смаков поиграть. Но резальт просто как король бепланта на оверпассе. Что за защиту, что за атаку. Ему одному дают ответственность за эту позицию. Атака вновь пытается через мид ил разыграть. И лонг не занят. При этом, в принципе, никем не контролируется. Данис так чисто на чек стоит. Ну, собираются под а-сайт. В нем будут пытаться занимать туалеты. Есть опорники под а-сайт. Причем решают уже второй раунд стоять. Не занимая лонг и туалеты, а просто в сайде прям. Да, в закрытую стоят на приемку на самом деле. Правда, вдвоем всего лишь. Причем тег у резальта, например, может сейчас вполне себе приятные фраги сделать. Данис не успел открыться. Я про это так и говорил. Феник и резальт уже по фрагу оформляют для себя. Есть трофейная МК. ХАЕшка в КТ отправляется от резальта. И поставленная бомба сейчас будет от ВП Протиджи. Вот так ненавязчиво, нетривиально. Ребяточки просто контактом зашли под плент. И выбили его. Да, стрессовая ситуация сейчас для команды Бакси Спорт. Нельзя отдавать ни одного раунда. Остается один Руфайр. Придется. Придется отдавать раунд, собственно говоря, Бакси Спортс. Не готовы они были вот к такому раунду от ВП Протиджи. Хотя на самом деле ничего сложного-то не было. Просто контактом вышли под плент. Пятером вывалились и сделали свои фраги. Руфайр резальт все-таки находит. Загулял немного игрок ВП Протиджи. Пытался найти своего оппонента. Ну, сейчас будет ожидать теперь остальных, кто попытается его пойти и закрыть. Но тут уже, да, и флэш рядом, и феня там в спину проходит. Но не должны успевать, по идее, сейчас делать фраг. Хотя только если на голову сейчас не упадут. Руфайр. Ой! На голову упал, но, к сожалению, таймер раунда закончился именно в том моменте, когда должен был игрок атаки приземлиться на голову капитану Бакси Спортс. Это таймаут, естественно. По деньгам. Там сердечко остановилось, когда ему на голову свалились. Возможно, возможно. По экономике все не очень приятно. Узбонус небольшой. Это первый проигранный раунд Баксом после серии. Поэтому при поражении в этом раунде, по сути, это ГГ. Это будет 14.7. И потом как минимум один экономически придется делать. Но при этом Бакси Спортс берут два АВП. Это должна быть какая-то заготовочка. От них интересно будет, как они ее собираются реализовывать. И будет ли у нас дуэль между Латиком и Данисцем. Или Ловикусом. Уже была, уже была. Данисц выиграл. Поэтому пока счет в его пользу 1-0. 13.7. Бакси Спортс на своем пике проигрывают коллективу ВП Продиджи. Ну, пока что еще не факт. Может быть, сейчас заберут раунды. Ну, пока проигрывают. Уговорила. Вырунятся. Уговорила. Ловик. Я в Бакси Спортс все еще верю. Я не могу в них не верить. Сама понимаете. Я не хочу бриться постоянно. Ловиков. Заметил голос соперника. Но при этом сам по лицу получил прострелом. Руфаер минус 2. Фоминляет по Резальту и по Ловику. Просто обычный выпад. С шарта. Ну, все. Оставляют троих своих оппонентов в команде ВП Продиджи. И делать особо нечего. Страшно куда-то выходить после таких-то фрагов. Да, остается только флеш и латик. Что он тут остается-то? По сути, попытаться какие-то фраги найти, конечно. Но при этом у латика 0. В принципе, на счету Ловикус белый забирает флеша по таймингу. Выстрелив. Ну, и латик фраг свой, конечно, найдет. А может быть и второй. Забрал двоих. Возможно, сейчас, кстати, в спине сможет Аксиса поймать. Но он туда не выходит. Он умный парень. Он решил лучше Каяс играю через коннектор. Тем более бомба под контролем. Ну и латик что тут остается? Перезарядить АВП, наверное, для начала. Пять патронов, не десять все-таки, Влад. В обоиме теперь. Да, имеет два патрона. Возможно, следует перезарядиться. Но все-таки страшно. Возможно, и его оппоненты в спине его ожидают. Потом боятся перезаряжаться. Возможно, его могут поймать на этом. Это сейф. Да, это сейф для ВП Продиджи. Это сейф для латика. ВП он отправит в раунд на счет 13-8. Ну, заготовочка сработала от баксов. Хороший выпад был из позиции шарта. Паруфайр свои минус два оформил. Вот, собственно, повтор. Ловикус белый забирает флеш. Тут уже, в принципе, концовка раунда. Латик свои два фрага, конечно, оформил. Но при этом, к сожалению, не помогло это никак. ВП Продиджи забрать 14-й. Ну, для баксов и спорт это достаточно хороший результат. Все-таки не придется отдавать еще раунды для того, чтобы выровняться в экономике. И будут играть следующие с полным баем. Ну что, давайте посмотрим. За дуэлью Латика и Даниса. Это лично моя просьба. Если вдруг так получится, обожаю дуэль АВП. Смотрите, наблюдать Данис. Откинулся Молик, Данис занимает позицию. Уже прошли под детскую площадку. А вот он об этом, кстати, и не знает. Хотя, хелпы, как таковой слонганец. Открыл дверь, забрал оппонента. Пытается спину настрелять. Не очень получается нашить. Но все-таки одного забрал и ладно. Уже есть большинство. Еще Данис сможет... Ждал долго смыкать тиммейта. По итогу очень сильно прогорел. И лишился жизни закономерно. На самом деле. Ну да, да, да. Немного не повезло со смаком. Но, в принципе, 1-1 пока у команд. Еще не все потеряно. Да, немного шашлык стайл получился в Данисе в этом раунде. Атака. Без бомбы на руках. Занимает позиции, собственно говоря, МИДа. Пытается сейчас будет под туалет, скорее всего, выйти как-то. С Б-плантом как будто бы не особо хотят дружить в ЭП-продидже. Не знаю, почему, честно говоря. Я думаю, что такой раунд мог бы Бакс и Спортс врасплох застать. Но они выверены, методично пытаются зайти под позиции Ап-планта. О, Руфайр уходит под Б-сайт. Возможно, это сейчас будет ошибкой. Планируется выход под А у ВП-продидже. И начинаются прочеки. Тут уже Ловинг пытается кого-то поймать. Но пока что ни у кого нет никакой информации, где находятся противники. Поэтому напряженно очень происходит это все. Но на самом деле, если сейчас Ловикуса заберут, то не должны ожидать второго игрока, это Рекси, на лонгу. Ой-ой-ой, спиной проходит и забирает его Ловикус. Пытается разменять. Но все-таки занимают Асайт и идут на ретейк. Ну что, он 2 в 3 у Феника. Один ХП всего лишь в кармане. Но при этом этот один ХП может очень сильно зарешать. Руфайр пропускает двоих своих оппонентов через туалеты, не понимая абсолютно, что уже целая парочка из игроков атаки в спине у него находится. Флэш. Так, ладик. Под контролем бомбару, фарь отлетает и остается один Аксис, который попытается с КТ что-то придумать. Но маловероятно. Лучше за совет, наверное, пойти, чем он, собственно, и занимается. Фен боится выходить с одним ХП. Такой сел в туалетах и спрятался. В целом он мог вообще не показываться, просто наличие еще одного игрока на сервере, тебя уже начинает морозить, ты не понимаешь, где он. А он может просто стоять, как бы, и ты какую позицию-то искать, куда прифайрить. Где он может быть? 14.8. Тем временем не получается у Баксоспорта закрепиться ни по экономике, ни в игре. Очередной тайм-аут от коллектива Руфайра. Ну, пока не оправдывается пик оверпасса от Баксоспорта. Я это говорил и на первом сезоне. Видимо, история повторяется, к сожалению. Ну, наверное, они решили тебе доказать, что все-таки могут играть. Но пока что еще не все потеряно. Могут камбэкнуть, я в это верю. Конечно, конечно. Могут и выйти и на допы, поэтому посмотрим. Впереди нас ждет еще Инферно, поэтому, возможно, и пик ВП Продича они смогут забрать себе в копилку. Поэтому еще не все потеряно. Да, договорились по закупу Баксоспорта в этом раунде. Взяли себе АК, Эмочку, Фомас, МП-9 и Дигл. Максимально разношерстный закуп получился. Как с ним получится сыграть, сейчас узнаем. Ну, посмотрим, как будет отыгрывать Атака, куда они будут планировать выход. Пока разыгрывают то же самое. Пытаются прорваться на мид, занять коннектор и отправить резальта под Б, суету наводить. Тут, кстати, сейчас третья с Руфаром будет. Пока что в Смоках не подозревает об этом, но... Ну и не торопится резать, на самом деле, туда выходить. Сейчас будет под флешку, думал я, что будет выпускать своего тиммейта, но при этом просто сам отходит ближе, наверное, к пленту. Ну, пока такая не особо успешная игра у нас. Тут Данис пытается дефать туалеты. Там, кстати, есть проход, сейчас встретиться должны будут. Ну-ка. И да, замечают все-таки флеша, но успевают флеш убить быстрее. Заняты туалеты, остается один у нас Рекси в душевой. Поэтому... Здесь много от Руфаера зависит. Если вдруг будет выпад из коннектора, то как раз-таки он должен хотя бы один, а лучше два фрага оформить. Не заметил фена за Смоком. По итогу это фри фраг для него. И фри Б плент для ВП Продиджи. 3 в 5. Диггл, Калаш и Фомас. И есть мысль о том, чтобы посырить эти девайсы на раунд на счете 15-8. Ну да, придется отдавать, скорее всего, раунд, потому что следующий тогда будет совсем плачевный. Ну, еще не факт. Возможно, решат ретейкнуть, но все-таки нет. Решат захолодеть в туалетах, да. Диффуза только у Аксиса, у Рекси и Ловикуса. Первые арморы и без позиции абсолютно невозможно, мне кажется, это будет сделать. Конечно, всегда есть шанс, что чудо случится, но не в этом раунде. Тем более, что кулот капитана пацаны сейвим. На счет 15-8 и больше не будет права на ошибку у Баксы Спортс. Ну, 15-й раунд отдавать очень обидно, имея счет 15-8. Да, да. Ну, поздновато проснулись Баксы Спортс. Опять же, если бы первая половина прошла немного в другом ключе для них, может быть, еще были бы силы побороться. А сейчас, честно говоря, мало вероятно, что смогут докамбэкать. Хотя, опять же, оверпасс такая карта, здесь не из таких щитов камбэки случались. Че, уж тут греха таить. Ну, да, посмотрим сейчас. Тем более, играют за защиту. Возможно, смогут удерживать позиции получше после вот этого вот раунда, который только что произошел. И сейчас выйдут на допы. Да, да. По закупу все не очень великолепно, хорошо. Даже, можно так сказать, у Баксы Спортс, у Руфаера 1950. Можно, конечно, у Аксис какую-то МПшечку, возможно, дропнуть. Да, МП-9 отправляется в руки Руфаера. Ну, и для ВП Портиджи все комфортно, все в их руках. Они в одном раунде от победы на пике соперника. И от счета 1-0 в этом Б-103 противостоянии. Поэтому закончится это сейчас, либо позже. Узнаем, как только начнется раунд под номером 24. 15-8 впереди ВП Портиджи. Да, будем смотреть. 15-й раунд очень напряжен сейчас к Баксам. Поэтому посмотрим. Идет раскидка уже с нулевой под Монстр. Не хотят давать проходу. Ну, кстати, Резальт взял себе друга Ватика в этот раз под Б. Накинул ему флешку и, судя по всему, будет перетягиваться к своей команде. Хотя все-таки пытаются что-то выискивать. Тут коннектор занял фен. По-моему, сейчас с подсадки флеш должен был заметить Даниса, который был на шариках. Как мне кажется, немного агрессивно пытается КТ сторона сыграть. Фаер! Как проверяют просто при фаером на уровне. А где инфа? А где инфа, что кон выходит? Просто похорон для Даниса на растерзание Тест-торнева оставили. И Аксис и Ловикус остаются вдвоем против четверых. Ловикус уже отлетает в конец, собственно, этой карты, скорее всего. Потому что у Аксиса четыре оппонента против него. Но он сейчас будет пытаться вырвать зубами победу для своей команды. Поэтому посмотрим. Ну, кстати, под Б перетягиваться. Бомба тоже под Б с Айдом. Достаточно не очень приятная ситуация. Ну, на самом деле, сейчас Латыш Аксис, ну, первый фраг может оформит? Не оформит. Ладно. Под Б перетяжка была максимально логичная. Потому что плен такой, его сложно, в принципе, выбивать. Тем более, когда остаешься один, очень узкие позиции. Там нет куда, по сути, открываться. 16-8. ВП Продиджи забирают пик соперника. Поздравляем их с победой. Ну, с победой на этой карте. С победой на этой карте, ну, естественно, конечно же. Ну, собственно говоря, почему так случилось и что произошло, будем разбираться вместе с нашей аналитикой. С вами увидимся уже на второй карте. Еще раз напомню, что по трансляции ссылка на нашего генерального партнера, компанию Винлайн. Переходите по ней, регистрируйтесь, вводите промокод SGL и FreeBate до 10 тысяч рублей вам в помощь. А пока слово аналитики. Возвращаемся на вторую карту. Бест-3 противостояние между Бакс и Спортс и ВП Продиджи. Также напомню, что первая карта закончилась в пользу, собственно говоря, ВП Продиджи со счетом 16-8. Это был пик Бакс и Спортс с карты The Overpass. И наша аналитика прям всецела за ВП. Ну, да, достаточно с разгромным таким провалом проиграла Бакс и Спортс свой пик. И сейчас пик Инферно команды ВП Продиджи. Поэтому, я думаю, понятны их предикты по этому матчу. Сами пикнули, сами как бы должны забирать. Да, но я буду дальше верить в Бакс и Спортс. Хэштег сейвим Ромины усы. Бакс и Спортс за КТ, ВП Продиджи в атаке. Посмотрим за битву на банане. Сейчас уже занимает, кстати, фен дрова потихонечку. Но и втроем, втроем Бакс и Спортс собирается принимать этот выпад. От одного единственного игрока атаки. Пытался забатить декоем на какой-то выпад игроков. Но Ловикос разбирается быстро с феном. И по итогу банан под контролем КТ стороны. Тут еще и Рекси пытается тоже в ковбоев поиграть. Быстрая стяжка под А плен точнее. Рекси здесь нужно максимально долго жить. На фрак его только хватает. При этом в пустой плен заходит атака. Команда уже здесь, поэтому ретейкать можно. Тут стоит Резаль в спине. Возможно, сейчас кого-то заберет. Да, есть информация по шарту. Пытается настрелять. Забирает одного. По второму пытается выйти. И второго тоже забирает. Остается у нас Ловикос и Рефаер. Будет пытаться выбивать. Настреливает в Резальто. Но все-таки успевает зайти в сайт. Там уже тиммейты пытаются его подсейвить, чтобы не забрали. Кидывается Хаешка. Но немного не достала, конечно. Ой, но забрали все-таки Резальто. Разменял его Латик. И забрал еще Ловикоса. Да, Латик минус два. Резальт минус два. Великлепный на меду от него. И Флэш тоже свой фракт нашел в этом раунде. 1-0 за ВП Продиджи. Вот так казалось бы. Бакс и Спорт с преимущества начинали эту пистолетку. Но по итогу выпад на Аплэнд не законтролировали. Был стак под Бплэнд. Не угадали немного с направлением атаки. Чем, собственно говоря, и отдали первый раунд ВП Продиджи. Решают Бакс и Спорт все-таки в ноль не закупаться. И не брать ничего. Решили с Юспами отыграть этот раунд. А у команды ВП Продиджи все хорошо. Покупается Фармилка. Берется Муха и Калашик за Галилями. Да, у нас сегодня фестиваль Оверпасса и Инферно. Эти карты мы уже смотрели. Правда, в обратном порядке в первом матче. Где Форзе оказались сильнее К-23 со счетом 2-0. Повторится ли здесь такая же история? Сейчас узнаем. Резальт не слишком уверенно зажал по оппоненту. Поэтому в Айррекси свои два фрага оформили. Выбили девайсы. Сейчас, скорее всего, их подберут. Ну и уже будут от них отыгрывать. Полную стяжку сделали под Б-сайт. Поэтому сейчас будут пытаться под А-сайт зайти. И достаточно успешно. Пытаются прорваться Фен под Сити. И забирают, кстати, Даница. Но здесь ничего, кроме как сейвить. Единственный АК, который нашли Анну Галилу, еще Руфайра, да, все-таки появился в руках. Попытаться посейвить. Фен, конечно, может пойти поискать своих оппонентов. Повыбивать какие-то девайсы. Может быть, даже поформить немного. Но, опять же, ВП-против, пока по пистолеткам 2-1 ведут. И вновь у нас история повторяется на Инферно, как и на первой карте. Атака, начиная с пистолетки выигранной, дальше добирает раунды. Здесь, к сожалению, для Бакса Спортс история с уверпасом не повторилась. Рекси, уже заметил, Фена. Напугали все-таки Фена и решают отойти. Ну, так душновато пытаются отыгрывать обе команды. Нашли, как бы, поставили бомбу и все, как бы. Никто никуда не двигается. Да, Руфайр еще вдобавок взорвался на КТ. Слишком мало ХП у него было для того, чтобы не лишиться Галила в этом раунде. Ошибка от капитана на самом деле. Этот девайс был крайне важен. Хотя, в принципе, денег на закуп у него хватит. 4 900 сейчас в кармане есть. Я так подозреваю, что будет полноценный закуп. Да, еще и дропы разлетелись. Байраунд почти полноценный. Мы сейчас посмотрим. Ломик остается на Мак-10. У Латика Скаут. И два Калаша и Галил. Да, пытаются прорваться под банан. Кидается раскидка. Тут Ломик уже занимает его. Как-то не пытаются закидать его. Откинули одну гранату и ушли обратно в сайт. Небольшой такой пассивный, получается, диффенс. СБ-планта от Баксы Спортс. Вдвоем они с этой позиции будут пытаться как-то справиться. Ну и Атака просто методично выкуривает всю раскидку защиты. А ее, в принципе, не так уж и много на самом деле. Ну там тем временем Фен и Флэш пытаются зайти под А-сайд. К ним перетягивается еще бомба. Так, посматривает Мидок. Посмотрим, куда все же решат пройти. У нас пока что двое под А-апсами и двое на Банане. Причем как-то одновременно пытаются выйти на сайды. Да, по идее сейчас должен быть первый контакт именно от игроков А-планта. Какой-то байт на перетяжку. И потом уже тройка атаки должна спокойно заходить на пустой Б-плэнд. Правда, Данис может быть и перетянется. А вот его тиммейт Руфаер, по идее, должен отыгрывать до последнего на этой позиции. Бомба стягивается под Б-плэнд. Еще и буст небольшой. Все, тройка защиты стянулась под Б-плэнд. Ну да, Фен стоит пока, ждет, скорее всего, пока смог развезаться, чтобы перетяжку поймать. А тут уже пошел выход на асайд. Ой, забирают флэшонова Даниса. Пошли размены. И пока что у нас 2-3 в 1 даже у нас тут. Фен все-таки смог одного оппонента вырубить. Рекси на Лоу ХП оставляют. Да, долго воюют на Апланте Ловикус и Фен, но по итогу никто из них не отправился дать начало следующего раунда с спектаторами. Это опять очередной сейв для Бакс Спортс. Скорее всего, Рекси на 31-м ХП, конечно, подальше бы отсюда уйти. Либо это будет попытка Ниньза Диффьюза, хотя граната-то у него нет. Решают видать кого-то на перетяжке поймать. Да, слышит, как топают его оппоненты, но в Сити никто не собирается, поэтому, скорее всего, идет туда сейвить со спокойной душой. Да, Бакс Спортс, так же, как и на Уверпассе, так же начинают и на Дейнферно. 3-0 в пользу ВП Продиджи. Ждем, ждем какого-то монетного раунда от защиты. Денег не так много, как хотелось бы для полноценного закупа. У Латика появляется АВП. Резальт сейчас, скорее всего, либо дроп поднимет, либо сам возьмет. Ну и Бакс Спортс тайм-аут берут. Да, решают все-таки обсудить тактику защиты. Но первые раунды, конечно, после отданной пистолетки достаточно тяжело пошли для их команды. Тут еще и третий раунд отдали. Поэтому все-таки тайм-аут нужен обсудить. Тем более, конечно, бай есть, но вопрос, как долго он продержится такими темпами. На самом деле, крайне важный раунд для Бакс Спортс сейчас. Если прыгают УОТ, то выходят на 5-0. И с этого счета будет тяжело возвращаться. При том, что у тебя, по сути, нет ни одного выигранного девайсного раунда. И не до конца понятно вообще, как совладать с атакой от ВП Продиджи. Тем более, что они именно своим пиком выбрали Инферно. Поэтому по логике как раз-таки от мишек младших мы должны ждать каких-то интересных раундов. У Атика уже появляется АВП. Будем смотреть, пытаться будет кого-то поймать. Но Бакс Спортс боятся пикать банан. Поэтому пытаются сидеть в закрытом. Они как-то не пытаются его занять, не пытаются там раскидать. Как мы видели, у прошлых команд это происходит. Так, пытаются играть от дефа на сайте. Единственное, тут Данис решил ближнюю позицию достаточно занять. Ну да, здесь хелпа, конечно, есть в виде Руфаера. Но при случае, наверное, не успеет. Капитан открыться, хотя есть уже фраг от Резальта по Данису. Есть еще и пару фаеру фраг. Так вот, слишком долго открывался Капитан. Именно про это я и говорил. Слишком далеко он находился для того, чтобы успеть хелпануть своему тиммейту. По итогу сейв просто на Апленте трех девайсов никуда. Бакс Спортс не пойдут с Аплента. Ну а Фен просто будет так же сидеть, как и в прошлом раунде на сейве, на апсах. Ждать, вдруг кто-то куда-то пойдет кого-то искать. Ну да, достаточно так неудачно выходит у баксов. Взяли под Б, недостаточно раскидали. Как-то просто подождали, пока под них выйдут. И просто их сбрили. Там просто Резальт зашел, такой мое и забрал всех. Да, как вариант, попытаться агрессивно отыграть банан. Чуть поглубже его занять. Занять там позицию, не знаю, на почте, на дровах, например. И уже с контролем всего банана попытаться отыграть следующий раунд. Опять же, это только предположение. Как будет действовать Бакс Спортс, мы увидим. Как только зверется бомба, Фенник получает по лицу. И тут же ретируется быстренько. Не хочется девайсы терять и впятером засырить все девайсы. Это, во-первых, плюс к экономике в следующих раундах в том числе. Ну, возможно, мы сейчас увидим укрепление под бананом от команды Бакс Спортс. Поэтому, может быть, не все так печально будет. А может быть, они наоборот решают под А сделать. Потому что по продичу могут решить, что так много на банан повыходили. Может, они и под А там ослабят что-то. Ну, здесь, по сути, колл на раунд, в принципе, не сдался изначально у Бакс Спортс. Потому что Резальт просто залетел на банан, минус 2 оформил. И раунд, по сути, был практически закончен для Баксов. Слишком далеко находились оставшиеся 3 игрока. Естественно, ретейка никакого там быть и не могло. Потому что фрагов от КТ стороны, к сожалению, не было. Латик агрессивно играет на миду. Но там никто под него не открывается. Ну да, пытаются перекидываться гранатами. Но никуда не выходятся. Собираются на миду. Будут, видать, пытаться раскидывать и выйти под шорт, либо лонг на ассайд. Но тут уже пошла перетяжка с бессайда по дадо. Увидел Рекси оппонента. Пытается отойти назад. Откидывается ему смог. Будет пытаться играть через библиотеку. Тут уже Дани стоит. Получил. 35 хп у него осталось. И идет полноценное занятие ассайда. Уже забрали Аксиса. И Резальта тоже. Ловикус немного не дожал по своему оппоненту. Фен при этом отрывается из апсов. Рекси делает свой фраг. 2 в 3. Латик и Ломик каленые. Можно было попробовать поиграть, если бы сейчас Рекси не отлетел от АВП. Команда ВП Продиджи. И туда же отправляется Ируфайр. Это минус 3. Минус 3 от АВП. Минус 3 от Латика. 5-0. Есть деньги на закуп. Опять же подтверждается наша теория о том, что проигранный раунд на счете 3-0 гарантирует тебе 5-0. Что мы, собственно говоря, и видим на экранах и мониторах. Не знаю откуда. Может кто-то на телевизоре смотрит. Почему бы нет? Ну да. Достаточно так неприятно. Пытаются сделать какой-то байбакс. Есть спорт. Купили М-ку. Купили даже дробовик. И 3 дегла. Да. Ну видно, что некомфортно себя баксы просто чувствуют на Дейнферно. Руфайр тут не смогли по итогу поджечь. Хотя вокруг него все горит. Просто и полыхает. И не проверяет позицию. Ой, я звернулся так неудобно. Ай-яй-яй. Не словил тайминг сейчас Руфайр. Поэтому гломик просто наезде оформляет фраг. Данис остается один с деглом в руках. Ну и атака. Даже бомбу не подбирая. Видимо решила просто 5-0 закрыть своих оппонентов. Флэш забирает Ловикуса. Резальт убирает Даниса с сервера. Ну открывается бассай. Там Рекси конечно пытается в церковь пробраться. Но бомба скорее всего уже будет заплэнчена. Но опять же она находится почти на респе. Поэтому придется идти еще. Но 2 в 5 чувствуют себя достаточно комфортно. Чтобы позволить себе так долго за бомбой отправляться. Поэтому... Да, вот в такой редакции вполне себе можно оставлять бомбу там где-нибудь на респе. Флэш еще и Аксис осбревает. Остается один Рекси против пятерых игроков. Но естественно тут просто до первого контакта. Его уже прошили. И Феник заканчивает всю эту историю на счете 6-0. Сам себя поправлю с первой карты. Действительно. Пока баксы просто как раз тайм-аут берут. Флэш это тренер. ВП Продиджи Чирфула мы к сожалению пока на сервере не видим. Поэтому с тренером вполне себе комфортно. ВП Продиджи отыгрывают не только на своем пике. Но и на оверпассе. Что мы до этого собственно говоря и видели. Есть деньги на закуп у баксов. Видимо какой-то сейчас раунд будут колить. Но опять же. Что тут еще закулишь? Агрессия на банане. Мужики. Нужна агрессия на банане. Стартовая. Ну надо больше раскидывать все-таки. Иметь под бананы. И когда откидывают смочок. И все. Этот смок пропадает. Они спокойно выходят. Спокойно вырезают всех кто там стоит. И не стоит даже. Кто на саде. Кто там сити перетягивается. Просто всех забирают. Заходят спокойно. И плентят бомбу. А что еще делать? Да. Может быть отправить глубокий смок на выход с ямы. Попытаться поджать. Под хаешки. Под молики какие-то. Ну мы тут не учителя естественно. Мы комментируем то что происходит. Попытка переагрессировать. На банане. Прокололи неплохо. Так ломика 3 хп оставили. Ломик правда. Рекси забирает в ответ. Его еще и не сожгли. Тут и Ловикус вплотную стоит. Подкидывают молики. Флешки. Ну да. Попытались укрепить банан. Но все-таки Рекси забрали. Ломика с одним хп оставили. И отправляются под асайд. Тут пытаются забрать. Но оставляют аксис аналог хп. Идут раскидочки небольшие. Вот что ты с ними сделаешь? Вот ты вроде открываешься. Хаешки мы прогренил. Платик забрал Даню с этим временем. Прогренил. Два молика дали Ломику. Один хп у парня. А он живет. Вот и что ты с ними сделаешь? И это опять цель для Бакс и Спортс. И счет 7-0. Это разгром. По-моему. Да. Ну не на Б, так на асайд прорвались. Просто всех растерзали там. И плентят бомбу. Причем ни одной потери у команды. Тот же Ломик с одним хп просто живет. Так. Но Евгений Фролов, он же Резальт, пошел искать свою жертву. Он будет пытаться выбить из сейвящих их девайсы. Ему экономика позволяет это сделать вообще спокойно. Хп почти фул. 85% второго армора. Он должен сейчас с Ловикусом встречаться, если пикнет. Но Ловикус открылся. По итогу здесь все-таки оказался Ловикус точнее. Но Руфайр ждет выпада СКТ. Именно туда Фен и отправляется. Опять Руфайр не вовремя отворачивается. Видимо, потому что это флешка. Ну, да. Забрали достаточно много оппонентов своих. Два их. Заработали для себя немного денег. Для своей команды могут дроп раздать. В целом, да. На... Ну, не полноценный. Не, в принципе, на полноценный бай. В том числе хватает Баксы Спортс. Третий тайм-аут из четырех за первую сторону у Баксы Спортс. Ну, здесь, да. Здесь по-другому не справиться, честно говоря. Потому что пока... Пока, к сожалению, для Баксы Спортс все... И для их болельщиков все довольно-таки печально складывается. Я не помню, чтобы у нас, в принципе, за первый сезон даже были карты, которые закрывали со счетом 16-0. 16-1 помню. Причем это была как раз-таки карта в исполнении Баксы Спортс, там они победили. Сейчас они сами близки к тому, чтобы как минимум первую сторону закончить с баранкой в графе выиграны раунды. Ну, пока что ВП Продиджи так очень уверенно залетают на сайды, занимают все позиции. Даже если не могут, они просто берут, разворачиваются и заходят на другую спокойно. Даже если не могут, они могут. Как оказывается, бессмертный ломик, который живет и в хаешках, и в моликах, и все ему нипочем. Да, пытаются тут откидывать, раскинули смачки, чтобы отрезать оппонентов, но тут уже вапсы прорвались. И будет пытаться Фен, а тут да, они забирают резальта. Ой, ну, Феня отомстил все-таки Ловикусу, будет пытаться под ассайд зайди, помба также лежит на респе. Как будто бы немного фокуса Бакс не хватает в некоторых моментах. Казалось, что сейчас должен был, по идее, Ловикус свой фраг оформлять, но при этом Фен перестрелял своего оппонента. Хотя номинально, вроде Ловикус и смотрел на выход с бойлера, но по ему не зашло. Ну, кстати, сейчас стакнутая А, возможно, получится отдефать ее и забрать первый раунд для себя. Интересно, когда сейчас Аксис смотрит, при том, что Руфаер как бы, да, на 15-ти стоит, что он там проверяет чеком. Все, поняли, что нужно фокусироваться. Хороший выпад Руфаер только на один фраг, его хватает, ломик на размене. Ну, у ломика 2 хп осталось, бессмертный просто. Да, а ломику плевать, я с двумя хп могу отыграть, тут еще, походу, мутятся в КТ. Ну, тут, конечно, остался еще у них фен, может поднасолить немного, подтянуть оппонентов, сказать, никто не ушел. А там пока что через сети будут пробираться. Но здесь важно все и зависит все от Даница. На самом деле, если вдруг атака будет выдвигаться в ту позицию, вынуждает атака проверять, насколько далеко или близко находятся оппоненты. Пропускает Аксис в арку своего соперника. Флэш забирает Аксис, тем временем на выпаде из арки. Да, должна быть информация о том, что еще есть в сайте. Да, Рэкси забирает флэш, остается у нас один ломик, 2 хп. Ну-ка, сможет забрать? Нет, не подозревает то, что правее стоит его оппонент. Это, наконец-то, первый раунд для Бакси Спорт. Но с почином, с почином, с горем пополам, но все-таки получилось забрать этот раунд. Хотя вот этот мув в библиотеку и в арку был очень комфортным. Плюс еще и оттуда фраг получилось оформить по Аксису. Но вот до конца довести дела вы по продаже, к сожалению, не смогли. Не будет у нас счета 16-0. Ну, ничего страшного, возможно, увидим какой-то другой интерес, например, 16-7. А может быть, 16-1, кто его знает. Ну, Данис в близкой позиции, подпускает очень близко к себе Резальта. По-моему, должен был слышать сейчас топот Данила Росляков, но как будто бы не верит до конца. Ой, простреливают его смогу, забирает. Нет, не смог забрать, Резальт забирает Данис. С этим временем Фен забирает Аксисой. Могут прорваться под А-сайт. И, в принципе, еще второго под Б сбривают. Можно выходить спокойно под Б-сайт. Бампа уже туда выдвигается, там ловику спасите, пытается перетянуться. Ну вот не хватает стрельбы. ВП Продиджи. Катастрофически огневой мощи им не хватает, потому что умирают они по одному, пускай, но абсолютно в разных позициях. И когда есть фраг на Б, есть фраг на А, ты можешь куда угодно выходить 5 в 3, при том, что ты, по сути, в меньшинстве оставил и там, и там оборону. И это очередной сейф для Баксы Спортс. Как только первый раунд у них появился в активе, тут же 5, ну не в 0, 5 в 2, конечно, но при этом поставленная бомба и сейф от КТ стороны. Ну да, конечно, хоть и забрали один раунд, но УЗ бонус, как мы знаем, уменьшился и денег на следующий раунд не будет у команды. Единственное, у Руфаера есть полторы, и у Ловикуса 1300 плюс 2 зашевленные пушки, но все равно денег достаточно мало для фулбая. А там уже инспекция выехала в лице флэша проверять, кто там остался сейвить, Ловикус может сейчас встретить. Фина, атака происходит, Рекси, слышал топот на апсах, смычок откидывается, но это ванвейс мог. О, почти забрал, но все-таки Латик забрал Ловикуса с ВП, и остался один Рекси. Ой, не заметили-то! Я думал, не дадут засейвить, но почему-то не допроверили позицию в планете. 8-1. 8-1 в ВП против же танкам, едут по своему сопернику на собственном пике до Инферно. Ну, не знаю, попытаемся придумать какой-то раунд для баксов, не знаю, как им еще помочь. 8-1, но это совсем неиграбельно на самом деле. Ну да. Я надеюсь, что все-таки смогут сейчас оборону свою продержать. Опять идет активная атака ванга, просто пытаются моликами зажать, подавить волю противника. Ну, вспомним, опять же, я буду не раз еще возвращаться к первому матчу, к первой карте Инферно. Там банан горел всегда. Да-да-да. Вот всегда, с обоих сторон. Здесь же атака делает на банане все, что хочет, под флешки вылетает, забирает Даница. Ловику сейчас, по-моему, тоже жизни лишится. О, замечает оппонента, но все-таки фен забирает первый. Там уже есть проход на Б-сайт, остается вдвоем Аксис и Рекси, будут сейвить. Ну, у Аксиса остается пистолет. Единственное, попробовать найти какой-то ган у своего тиммейта, но... Ну, Рекси, по-моему, сейчас может и АВП, на самом деле, лишиться, если сильно будет наглеть. Ну, атака, тем временем, уже потихонечку просочилась под КТ. Нашел все-таки фену, да. Да, забрал фену. Можно, конечно, попробовать под бананы забрать калаш, засейвить, но слишком рискованно. Странно, кстати, то, что Аксис у тиммейта не сказал то, что у него МПшка была, чтобы он ее засейвил. Решать все-таки с пистолетом через... А, ну, он решил за калашом все-таки пробраться. Да, да. Это сейв очередной для Баксиспортс. Слушай, из девяти, ну, уже из десяти раундов. Сколько? Два не сейвили они. Три, может быть. Все остальные раунды это были сейвы, абсолютно точно. 9-1. 9-1. У ВП Продиджи денег куры не клюют, которые по инферно ходят. Да, как мы знаем, которых можно на Е за собой отправлять и стать королем кур. Да, я сейчас просто представил, если бы вся атака еще за собой по курочке взяла и в десятером начали бы выхлёстывать атаку, а точнее защиту. Это пришлось бы тогда мстить за убитых куриц, если что. Была бы мотивация для Баксов взяться за карту, на самом деле, возможно. Очень пассивно Баксиспортс отыгрывают на банане, пытаются в ближних позициях какие-то контакты для себя найти, при этом ВП Продиджи даже уже не обращает внимание на эту позицию. Да, решили полностью заигнорить и выйти под ассайт уже собираться. Там их пытаются молеком отрезать. Это как-то подозревают, там уже пытаются рюфаер занять банан. Ну, сейчас возможно будет информация о том, что на банане никого пласту как смог пройдет. Ну да, пошла раскидочка под ассайт, выходит, забирает рекси резальта, еще проходит под лонг, сейчас будет встреча, это забирает второго ломика. Ломика мог забрать еще и в первом выстреле шашлака, не получилось, немного оставил хп ломику рекси. Минус 2 есть, что теперь делать с этим большинством в команде защиты? Да, зашаты в сайте, сейчас смогут с лонгами неплохо так сбрить, там уходят в библиотеки, замечают оппоненты, забирают, тут размен, и Баксиспорт, в принципе, взяли такие второй раунд наши. Ну, можете же, когда хотите, получается, и попадаете. Но тут здесь очень много рекси сделал, на самом деле, минус 2 на заходе на ребра, и уже было комфортное преимущество для Баксиспортс, здесь делом техники было довести этот раунд до победы. 2-9, 2-9, не так много раундов, а именно 4 осталось до конца. Первая половина. Ну, посмотрим, у нас сейчас у двух аваперов есть АВП, возможно, сейчас увидим перестрелку на Миду, тут уже Латик готов встречать оппонента, но Ловику все-таки забрал Фена и сделал минус 1 у команды ВП Продичи. Тут, ой, все-таки Омин забирает Руфаера, могут проходить на банане спокойно. Там на защите один Данис, уже идет перетяжка в виде Рекси. Очень тимплей на ВП Продичи играют, что мне импонировало и на Оверпассе. Продолжают они в том же духе играть и на карте Дейн Ферна. Не было еще, по сути, ни одного выпада 1 в 1. То есть даже Латик сейчас стрелял по Данису, при этом еще 2 тиммейта были на банане вместе с ним, и готовы были выйти на размен при случае. Ну, все равно не сильно помогло. Да, там, в принципе, он и сам разобрался. Да, остается все-таки один у нас Латик, опять на лоу ХП, стоять банан, будет пытаться ждать, пока выйдет Рекси, ждать их дуэль знаменитую. Ну да, Рекси пока не торопится открываться позицию банана. Ловикус не делает такой важный фраг, Рекси забирает, точнее Латик забирает Рекси, Аксис остается один в больших песках, ну и пачка просто через КТ уйдет на Б-Пленд. Ничего сложного там нет, тут велосипеды забрели просто, и все. И это 10-2, 10-2 для Бакса Спортс. Что тут еще сказать, честно говоря? Возможно, сейчас будет первый не сейвленный раунд, там стоит, наблюдает Латик с АВП за Мидом, если выйдет, чекнет, конечно, это похоронное будет. Ну, и Аксис не должен, по идее, открываться. Прекрасно понимает, что у Рекси, конечно, 8 тысяч, 5 с лишним уйдет только на покупку АВП и Армора, при этом еще и у Ловикуса и у Даниса после проигранного раунда. Луз-бонус, конечно, будет, и в целом, наверное, им все-таки на закуп хватит. Поэтому дропать не придется. Ну да, пытаются все-таки прокрас. О, у нас минус 1 в команде Бакс и Спортс. Да, ждем мы, скорее всего, какой-то паузы небольшой, ну и в целом и общем 10-2. 10-2, вот тут больше ничего не скажешь на самом деле. 10-2, все, вы сами, друзья, прекрасно видите, защита на Инферно у Бакс и Спортс идет прям из рук вон плохо, к сожалению, для них у ВП Продиджи все здорово, великолепно. Максимально близко они к тому, чтобы также 2-0 закрыть серию, так же, как и в первом матче Фарзы закрыли К-23. Ну и нравится мне, что... Что скоро без БРД останешься? Нет. Нравится мне, что мы за сегодняшний игровой день один всего лишь уже посмотрели половину команд, которые принимают участие в нашем турнире. Ну да, учитывая то, что команд всего 8, а мы сегодня увидели 4. Да, у нас остались Вебстерс, остались Форварды, которые завтра будут играть, остались Looking For Org и остались... Дай мне память и вспомнить, кто еще. Я тоже не вспомню сейчас. Ну, значит, нам, зрители в чатике, отвечай, если что, подскажут, а мы вам подскажем, где можно на халяву взять 10 тысяч рублей. Промокод под... не промокод, вернее, а ссылка под трансляцией. Промокод SGL позволит у нашего партнера, букмекерской компании Винлайн, получить тот самый фрибет до 10 тысяч рублей и поставить его уже завтра, наверное, на полюбившуюся вам команду. Плюс к этому вам в подспоре, в хорошей ставке будет статистика, которая появилась на Винлайне. Классная фича, как по мне. Заходишь в матч, открываешь статистику, смотришь историю личных встреч, историю каждой команды на карте, на отдельно взятой. В общем, все для вас, дорогие друзья, чтобы вы максимально грамотно подходили к своим ставкам. Во-первых, не забывайте, что ставки – это не способ заработка, а так развлечения ради. А во-вторых, почему я сказал про завтра, потому что сегодня, ну я не знаю, честно говоря, есть, может быть, сумасшедшие люди, такие, как я, которые готовы сейчас на Бакс и Спортс поставить. Не в матче, так хотя бы на карте. Но пока, к сожалению, все очень печально для коллектива Руфайра. Ну, учитывая то, что это пик ВП Продиджи, все-таки было очевидно то, что они на нем покажут себя сильнее, то, что у них все стороны будут готовы получше. Ну, конечно, то, что у Бакс и Спортс два раунда – это достаточно печально. Ну, я думаю, им надо было посмотреть, как играли прошлые команды Инферно, и понять ошибку Банана, почему постоянно проход какой-то организуется через него. Все-таки, да, по анализу предыдущих матчев раскидывался Банан как-то получше, постоянно смоки какие-то лежали, гранаты, какие-то молики, и пройти там было почти невозможно, что вынуждало команду играть через А, что не всегда получалось успешно. Ну, я уже не раз не говорил, что на Инферно, как по мне, Банан – это одна из самых ключевых позиций на Инферно, если ее отдавать вот так под контроль одной стороны, то на тебе в спину хаешку, братан. Уже вот такая мискоммуникация начинается в команде Баксы Спортс. И смотри-ка ты, попытались поагрессировать на Банане, в принципе, есть размен. Ну да, все-таки выкурили с Банана, приходится отправляться под А-сайт, размен произошел один в один, убили Овикус, убили Резальто, и 4 на 4 играют. Да, при этом уже есть контроль Банана от Руфаера, есть информация о том, что под Б никого нет, и можно, в принципе, спокойно стакаться, на А-плэнте. Через Апсы будет высыпаться сейчас команда ВП Продиджи, и здесь очень многое зависит от Аксиса, который отворачивает от флешки. Ой, забрал все-таки Ломик Куишонок своего тиммейта, забирает еще Даниса, остается один Рекси, которого тоже забрали, остается Руфаер, пытается прийти через МИ, тут уже Латик его высматривает, и все-таки забирает. 11-й раунд для команды ВП Продиджи. Да, да, не хватает, конечно, стрельбы Баксы Спортс, в преимуществе был сейчас Аксис, даже отворачиваясь от флешки, в принципе, он удачно это сделал, во-первых, видел, куда падает соперник, но сумасшедший Ломик просто, я не знаю, как этого товарища остановить, собственно, вот повтор Аксис, отворачиваясь от флешки, при этом видел соперника, но Белый просто, войдя мышкой по коврику, забирает еще, и потом Даниса на Грейвьярде тоже отправил в таверну. Тем временем у нас усиление Банана, пытаются раскинуть, пытаются, конечно, выстрелить, пытаются как-то подловить своих оппонентов, но они получаются, фловые уходят Баксы Спортс на сайт, оставляют Даниса и Руфайра на сейф, а Рекси решает перетянутся под А-сайт, ну, не зря, кстати, там планируется какой-то выход под А, наверное, сейчас будет раскидочка какая-то, ну, откидывают им Молик, не дают пройти, конечно, неприятненько так. А Резальти временем перезанимает Банана, сейчас может с позиции дров один фраг, а то и больше дать, но туда никто не открывается, просто пускай Банан оставляет на Уруфайра на, собственно, бусте, на Б-планте и вновь в стак 4А будет играться коллективом Баксы Спортс, но команда атаки, они же ВП Продиджи уже максимально готовы ретироваться под Б-плент, как оказалось, после небольшой паузы. Очень быстро делают перетяжки ВП Продиджи, просто на одном месте пошумели, пошли на пошумели, на другое пошумели, и Данис поймал Фейна, который остался один. Ой, тут Руфар стоит так близко, не замечает, Резальт забирает, его пытаются переселять в Сити, оставляют на УКП, забирают все-таки Ловикуса, остается у нас еще Данис на Сити, к нему перетягивается Аксис и остается у нас Рекси на Ассайне. Вот честно, честно признаю, ну я правда говорю, сколько бы я там, мне не корили в том, что это плюс Бакс, ну какая халява залетает в Продиджи иногда, это просто, ну я не знаю, Резальт спрейл, и последними патронами добрал все-таки игрока в КТ, а последнего оставшегося, это сейв на ласт раунд в первой стороне, Аксис, Рекси и Данис, будут сейвить АК, АВП и М4, А4 соответственно, ну и ВП Продиджи просто уверенно, максимально, забирают первую половину в свой актив на карте Де Инферно, это их пик, они ведут в этой серии 1-0, выиграв, Бакс и Спортс на оверпассе со счетом 16-8, по-моему, там было, да? Я уже, честно говоря, забыл. Да, 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 16-9 или 16-8 было что-то такое. Что-то около того. Да. В общем, там было тоже не так приятно, ну и Баксы опять себя ставят в такое положение, что проигранная пистолетка во второй половине в принципе лишает их шансов на камбэк, не практически, но с большой вероятностью. Ну, если сейчас забираю третий раунд, забираю следующую пистолетку, то вполне возможно камбэкнуть. Ну, единственное, за Т сторону, конечно, сложнее обычно играть на Инферно. Тем более, когда это не твой пик, и за КТ сторону ты должен просто стоять и стрелять, попадать по выходящим на тебя оппонентам. Но даже нету до конца получается пока у коллектива Баксы Спортс. Резальта выпускают под флешку уже в упорную позицию. Здесь никого абсолютно нет. Ну да, пытаются там поймать Руфаер вместе со своим тиммейтом. Будут сейчас, судя по всему, пытаться выходить под бэк, кого-то выкуривать, там пытаются в сайт спрыгнуть. Рекси Сити пытаются атаковать, откидывают там молики, откидывают флешку, но все-таки смогли так дистанцию сделать для команды ВП Продичи, не дать им зайти и все-таки Рекси забирает Ломика с АВП. Остается еще у них Резальт. А тут, кстати, Лойкус просто поймал фена. Да, хотел он полюрковать куда-то в КТ, может быть, по 15 и пройти дальше в библиотеку, но при этом атака все равно целенаправленно выходит на АПЛЕН 50 секунд до конца. Флеш открывается под позицию шарта. Здесь пока никого не видят. Латик! И Рекси мажет по игроку, который на него даже не смотрел. Поторопился, Рекси. Немного, как мне кажется, но... Ой, но тут вблизи еще будет перестрелок. Посмотрим, смог с ноускопа закоцать его, но убить не получилось. Бомба перетягивается под БСА, 4 оппонента стоят под... Да, ну тут Руфайр забрал Резальт, остается один флеш, но довольно страшно. Здесь, да, по идее Владиславу Быкову ничего не остается, как просто поискать какой-то фраг. Времени слишком мало. Ну, можно поиграть на стату, почему нет? У него неплохо получается, на Верпассе так он вообще фраг-лидером был не только в своей команде, но и в другой. 3-12. С таким счетом заканчивается первая половина для Бакси Спортс, не в их пользу, и Дани со статистикой 2 на 11 и Аксис 3 на 10. Ну, то Руфайр 4-11, что я тут уже до конца буду договаривать, то только Рекси и Ловикус более-менее попадают по оппонентам. Посмотрим, посмотрим, как Бакси Спортс будут себя чувствовать за противоположную сторону и проигранная пистолетка для них, в принципе, практически завершает игру на этой карте. Ну, как мне кажется. Будем надеяться, что пистолетку они все-таки смогут взять, потому что, ну, с выигранной пистолетки камбетчить в 10 раз проще. Будем честны. Ну, не со счета 4-12, вот в чем проблема, понимаешь? Не, ну, возможно, они сейчас вдохновятся в ВП Продиджи и также будут просто сериями забирать все раунды. ВП Продиджи слишком жестко стреляют, вот в чем проблема, а тут они просто сильнее по стрельбе, как мне кажется, опять же. И потому что я видел, потому что залетало в резальту того же самого, как будто бы не хватает немного аима, хотя Фен уже оформляет первый фраг, но это, опять же, фраг для ВП Продиджи. Ну, посмотрим, уже тут под мид пытаются ретироваться оппоненты у команды ВП Продиджи, причем с бомбой, тут Фен выходит, пытается забрать кого-то, увидел много оппонентов, дал информацию своим тиммейтам, забирают ломик Даниса, пытается второго забирать, третьего просто сбрил всех, остается один Рекси, будет пытаться на него выйти, да, ай, не смог забрать, все-таки Рекси забрал ломика, и, возможно, кстати, Фес опять хп-комбэкнет. Нет, маловероятно, тут просто Фен доберет свой фраг, ну и, по сути, ломик и Фен на двоих зарешали эту пистолетку, 13-3 в пользу ВП Продиджи, что за ковбой на ломике просто сейчас был. Давайте повтор посмотрим, во-первых, Фен задетектил троих игроков под апсами, здесь сделаны техники, был для ломика один фраг оформить, а вот это уже мастерство, господа. Ну да, по закупу сейчас у Бакси и Спорт не все так прекрасно, есть одна флешка у Руфайра, и, в принципе, на этом можно закончить, а у команды ВП Продиджи, конечно, все хорошо, фуллбай, естественно, МПшка и Фамос. У Резальта есть один молик, который остановит, в принципе, любую атаку, ну и я так подозреваю, что Бакси могут потратить, в принципе, этот раунд на обсуждение полноценного бая, потом в пятером куда-то вывалиться, хотя, опять же, если получится хотя бы фраг, а то и два дать, то будет прям неплохо. Пытались заимить Банану, все-таки сделали минус два, забрали ломика, тут еще Резальт пытается Даниса добрать, остается пистолет, забирает одно, второго смофит, давай, смог и второго забрать, 14 раунд просто для своей команды на изи тогда брал. Резальт покер оформляет на этой пистолетке, опять же, вроде вываливались пятером на двоих игроков, но при этом максимально дисциплинированно, вы по-противу же отыграли в этом моменте, дали только, по сути, позволили дать один фраг атаки и все, это 14-3, полноценный байраунд, раунд стоимостью в карту, как мне кажется, давайте реплей посмотрим глаз Резальта, как он долго здесь жил, еще и минус 2 с ЮМПА, ось ЮМПА, говорю, с ЮСП оформил, ну не знаю, не знаю, да, раунд на карту, на самом деле, для Бакс и Спортс проигрывают этот, 15-3, денег на закуп нет, Лузбонс, конечно, будет, 3, 3-400 получается, это какой-никакой форс, возможно, Галил с Армором, ну, опять же, получится ли хоть что-то придумать? Ну, тут да, все грустно для команды Бакс и Спортс, отдали уже два раунда за эту половину, и как-то грустненько все. Для них и для их фанатов грустненько резает, пока смоком мажет, ну, либо это гений какой-то на смоках, который так и задумывал, интересно будет, на самом деле, узнать потом, правда это или нет. Опять безбананно играет Бакс и Спортс, ставили одного раунда в ожидании, видимо, какого-то поджима, атака, концентрируется под медом, под апсами. Тут Флэш пытается куда-то перетянуться, видимо, пытается слонга чекать, могут сейчас Ловикуса поймать, достаточно близко стоит, и будет ли выходить пикать, да, выходит пикать, но все-таки его фен забирает, там еще у него есть тиммейты, но они решают перетянуться под Б, будут занимать банан. Небольшая мискоммуникация, смочек и молек в одну позицию от игроков защиты, ну, максимально хотят они быстро, видимо, закончить всю эту историю. Резальт, Сванвэя оформляет стройки, с буста один фраг, Ши Флэшка в лицо прилетает, и атака, по-моему, сюда уже не выйдет. Резальт еще второго забирает, Данис на размене по ломику, Резальт до сих пор живет за тройкой. Ну, в соло, в соло держит. Да, только сейчас, в принципе, его туда выкуривают, 2 в 3, 2 в 3, Феник, 46 хп, пачка ставится, но при этом очень близко находится уже Флэш с МПшкой, Данис за тройкой отыгрывает, Скафеля будет играть, оставшийся Аксис. О, ну, тут опасно, опасно, конечно, три оппонента осталось, могут легко забрать, забирает одного, второго, патронов не хватило, по стенке на спрейл слишком много. Ну, пытался, да, пытался, пытался перевестись на выпад из КТ, но все, максимально четко сделал Фен, через паузу открылся и забрал 15 раунд для ВП-продиджи, 3-15, 3-15, такой счет на Д-Инферно, ВП-продиджи максимально убедительно подтверждают нам то, что на Инферно они готовы играть на весь максимум свой. Владик АВП себе покупает, 4 АК и Галил в руках у Бакс и Спортс, ну и... Ну, достаточно неплохой бай у обоих команд, фуловый, тут нельзя давать ВП-продиджи и ни одного раунда, потому что это сразу будет означать У с командой Бакс и Спорт, и тут уже Руфайра оставили на лоу ХП, достаточно неприятно. Результат тоже неплохо так пробили, Данис помс-детектил пропрыгивающего на банане игрока и быстренько с этой позиции отошел, пачка опять лежит под Терриспой, и пока вообще непонятно, куда будут играть Бакс и Спортс, не заняты ни одной позиции, просто топчемся возле ямы. Ну да, посмотри, пока что, ну лонг достаточно хорошо, деф, вот закинули молики, забирают одного, Даниса, человек говорит, да, забирает второго, ну-ка третьего сможет, и третьего, а остальных двоих... Просто халява в смог по головам. И все. 16-3, с таким счетом заканчивается вторая карта в этом Гэстов 3 противостоянии, грацуем, ВП Продиджи, 2-0, они закрывают своих оппонентов в первом своем матче на нашем турнире, Бакс и Спортс, желаем удачи и подотаскаться по тактикам и мопулу на уже на следующие игры в рамках нашего турнира, для вас эти два великолепных матча комментировали Ру и Молоко, будем передавать слово нашей студии-аналитики, с вами, господа, увидимся завтра, ну и прощай, борода и усы. Пока.